Мы узнаем про самые большие взрывы на нашей планете. От порожденных человеком до природных. Будет бомбически интересно! Тринитротелуол, он же ТНТ, он же тротил. Одно из наиболее распространенных бризантных взрывчатых веществ. Энерговыделение 1 килограмма тротила составляет 4,2 миллиона джоулей. Мощность взрыва ручной гранаты МК-3 эквивалентна 300 граммам тротила. Энерговыделение 1,3 мега джоулей. Противотанковая мина. Мощность взрыва эквивалентна 35 килограммам тротила. Энерговыделение 150 мега джоулей. Напалмовая бомба Марк-77 обладает энерговыделением в 1,5 гига джоулей и эквивалентна 250 килограммам тротила. Взрыв многоцелевой высокоточной дозвуковой крылатой ракеты «Тамагавк» эквивалентен 1,3 тоннам тротила, а энерговыделение составляет 5,4 гига джоулей. Принцип действия сейсмической бомбы «Толбой» заключается в том, что она, достигая земли на высокой скорости и значительно углубляясь в грунтодетонации, при взрыве под землей производит локальное землетрясение, разрушая ближайшие подземные и наземные сооружения. Такая бомба эквивалентна 4,2 тоннам тротила, а ее энерговыделение составляет 18 гига джоулей. Одна из самых больших авиабомб, оснащенных системой спутникового наведения «МОАП», взрывается как 11 тонн тротила и имеет энерговыделение в 46 гига джоулей. Такие бомбы использовались в ударах по Сирии. Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности считается самым мощным неядерным боеприпасом в мире. Бомба производится в России, однако из-за секретности настоящее обозначение боеприпаса неизвестно, как неизвестный ни разработчик с производителем, ни количество выпущенных единиц. Нет данных, что какой-либо из стоящих на вооружении ВВС России бомбардировщиков Ту-160 дорабатывался под применение этого боеприпаса. Мощность взрыва эквивалентна 44 тоннам тротила, энерговыделение 184 гига джоулей. Нейтронная бомба, однотонная. Мощность взрыва эквивалентна 300 тоннам тротила, энерговыделение 1,3 терра джоулей. Эта бомба имеет смертельный побочный эффект в виде радиоактивного излучения. В 1917 году в гавани канадского города Галифакса французский военный транспорт Монблан, загруженный практически одной взрывчаткой, столкнулся с норвежским кораблем «Имо», из-за чего произошел сильнейший случайный взрыв, устроенный человечеством. Его мощность была эквивалентна 3-х килотоннам тротила, а энерговыделение составило 13 терра джоулей. Литл бой. Малыш. Кодовое имя атомной урановой бомбы, разработанной в рамках Манхэттенского проекта. Первая удачно взорванная урановая бомба и первая в истории атомная бомба, которая была использована как оружие и была сброшена США 6 августа 1945 года на японский город Хиросима. Мощность взрыва эквивалентна 15-килотоннам тротила, а энерговыделение 63 терра джоулей. Фэтмен. Толстяк. Атомная бомба на основе распада плутония 239. Самая мощная бомба, сброшенная на гражданских в Нагасаге во время Второй мировой войны. Мощность 23 килотонны в тротиловом эквиваленте. Энерговыделение 96 терра джоулей. Кобальтовая бомба. Теоретическая модификация ядерного оружия, дающая сильное радиоактивное заражение местности даже при сравнительно слабом ядерном взрыве. Является радиологическим оружием. Мощность взрыва 400 килотонн в тротиловом эквиваленте. Энерговыделение 1,7 пета джоулей. Термоядерная бомба B83. Мощность взрыва 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Энерговыделение 5 пета джоулей. Самая мощная бомба в арсенале США. Тунгусский метеорит взорвался в небе, но уничтожил целый лес. Мощность его взрыва была эквивалентна 7 мегатоннам тротила. Энерговыделение составило 29 пета джоулей. Кассел Браво. Самое мощное ядерное испытание США. Мощность взрыва в том испытании равнялась 15 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. А энерговыделение 63 пета джоулей. B41. Самая мощная американская термоядерная бомба эквивалентом в 25 мегатонн и энерговыделением в 105 пета джоулей. Царь бомба является самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества. Эквивалентно 50 мегатонном с энерговыделением в 210 пета джоулей. Мы увидели самую мощную бомбу, созданную человеком. Однако матушка природа намного опаснее. Извержение вулкана Крокотаус – самое смертельное извержение в истории. Целый остров затонул, а вместе с ним погибло 36 тысяч человек. Мощность взрыва вулкана эквивалентна 200 мегатоннам тротила. А энерговыделение – 840 пета джоулей. Десятибальное землетрясение по шкале Рихтера эквивалентно 15 тысячам мегатоннам с энерговыделением в 63 экса джоулей. За всю историю человечества ни разу не было десятибального землетрясения. Бомба антиматерии. Эквивалент 21 500 мегатонн. Энерговыделение – 88 эка джоулей. Теоретически это максимально возможная мощность бомбы. Извержение супервулкана. Эквивалент 875 тысяч мегатонн тротила. Энерговыделение – 3,7 зета джоулей. Самое мощное извержение вулкана из возможных. На Земле существует около 20 известных науки супервулканов. В среднем извержение происходит раз в 100 тысяч лет. Если такое извержение произойдет, это спровоцирует изменение климата на планете. Вся Земля покроется дымом на несколько лет. Погибнут сотни миллионов людей. Такое извержение будет видно из космоса. И это самый смертельный взрыв, который может создать Земля. Однако 65 миллионов лет назад с Землей столкнулся астероид, который уничтожил всех динозавров. Его энерговыделение равнялось 50 миллионам ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму. Или 10 миллионам мегатонн в тротиловом эквиваленте. И это был самый большой взрыв, который когда-либо происходил на нашей планете. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также смотрите прошлые выпуски. Что было до нас и от самых бедных до самого богатого на Земле. С вами был Демьян, ссылка на мой канал в описании. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok